Как проводить исследования? Как проводить исследования? Одной из гипотез было также предположение, что чувство одиночества имеет не только коммуникативно-социальный, но и гендерный компонент. На втором этапе проведения исследования необходимо провести обзор литературы. Изучив литературу, повествующую о дружбе, одиночестве и эмоциональных состояниях, сопровождающих одиночество, исследователь Чернобай узнала о ряде других ранее проведенных исследованиях, что позволило избежать повторения работы, уже проделанной другими авторами. Было обнаружено, например, что такие отечественные исследователи проблемы одиночества, как Швалб и Данчева, указывают на то, что существуют весомые отличия в субъективном восприятии одиночества бессемейными женщинами и бессемейными мужчинами. Некоторые зарубежные исследователи свидетельствуют о том, что в среднем мужчинами состояние одиночества переживается острее, чем женщинами. Третий этап исследования предполагает выработку и построение гипотезы. Завершив обзор литературы, исследователи обычно приходят к экспериментальному предположению, касающемуся взаимосвязи, которая, по их мнению, существует между двумя или тремя переменами. Они выстраивают эту взаимосвязь в форме гипотезы. В нашем примере исследователь принял решение проверить гипотезу, согласно которой пол человека и наличие у него настоящих друзей, это независимые переменные, влияют на переживание состояния одиночества. В данном случае это зависимые переменные. Но прежде чем приступить к исследованию, исследователю Чернобай необходимо было сформулировать рабочие определения в своих переменах. При формулировке рабочих определений ученые облекают абстрактные идеи в формы, позволяющие осуществлять их оценку. На этом этапе необходимо определиться с понятиями. В нашем примере нужно было уточнить, что такое состояние одиночества, кто такой настоящий друг и так далее. Исследователь Чернобай сформулировала свою рабочую гипотезу следующим образом. Не имея семьи, мужчина по сравнению с женщиной склонен более остро переживать состояние одиночества, особенно при отсутствии близких доверительных отношений со своими друзьями. Четвертый этап заключается в выборе программы исследований. После того, как исследователи сформулировали свою рабочую гипотезу, им предстоит определить, каким образом будет осуществляться сбор данных для дальнейшего их анализа и проверки гипотезы. В зависимости от характера гипотезы, ученые могут составить план проведения эксперимента, брать интервью, наблюдать поведение людей в определенных ситуациях, изучать имеющиеся результаты, исторические свидетельства или использовать все эти процедуры как взаимодополняющие в различных сочетаниях. В нашем примере исследователь Чернобай провела анкетирование и структурированный опрос. В любом случае, для обеспечения качества и достоверности будущих результатов, исследователь должен тщательно подойти к выбору самых оптимальных методов. Ему придется выяснить количественные и качественные параметры объекта. Нужно уточнить, кто является носителем информации и сколько таких носителей нужно исследовать, чтобы получить реальную картину социальной действительности. Чаще всего прибегает к выборочному методу как альтернативе сплошному исследованию. Выборочный метод – это научно обоснованный подход, по результатам которого выстраивают заключение об объекте исследования в целом, опираясь на данные анализа его определенной части. Использование метода выборки предусматривает овладение такими понятиями, как генеральная совокупность, выборочная совокупность, единица отбора, единица наблюдения, репрезентативность и ошибка репрезентативности и т.д. Генеральная совокупность – это ограниченный территориально и во времени объект исследования. Определение генеральной совокупности предусматривает конкретизацию характеристик объекта, его самых важных существенных признаков, которые подвергаются фиксации, т.е. регион, пол, возраст, образование и т.д. Для приводимого нами примера генеральной совокупностью являются все несемейные христиане Украины в возрасте от 17 до 45 лет. Выборочная совокупность – это определенное количество отобранных по основным качественным характеристикам и контрольным признакам элементов генеральной совокупности. Она как бы является микромоделью генеральной совокупности. Объем выборки, с одной стороны, должен быть статистически значимым, а с другой – экономным, обеспечивая оперативное получение качественной информации. Способность выборочной совокупности воссоздать основные характеристики генеральной совокупности называется репрезентативностью выборки. Следует договориться, что величина выборки зависит от количества признаков, т.е. от параметров оценки, например, от пола, возраста, статуса и от других параметров в соответствии с темой исследования. Единицы отбора – это элементы выборочной совокупности, которые исследователь выбирает согласно плану на каждом этапе построения выборки. Это могут быть поселения, церкви, разные сообщества. Единицы наблюдения – это элементы выборочной совокупности, которые подлежат обследованию. Ими могут быть как отдельные индивиды, так и социальные группы. Для обеспечения достоверности результатов качественными характеристиками выборки в исследовании исследователь Чернобай было опрошено более 120 мужчин и женщин указанного возраста, причем представителей максимально широкого спектра, как территориально, так и конфессионально. Значительную роль в определении качества информации, полученной в результате эмпирического исследования, кроме репрезентативности, играют такие параметры, как надежность и валидность. Под надежностью информации понимается адекватность полученных результатов исследования в социальной ситуации. Обеспечивается надежность благодаря учету так называемых случайных ошибок, которые неминуемы из-за неоднородности исследуемого контингента. Чем однороднее контингент исследования и чем больше объем выборочной совокупности, тем незначительна и случайная ошибка выборки и, соответственно, выше качество полученной информации. Величину случайной ошибки можно рассчитать с помощью специальных математических форм. Валидность информации – это ее обоснованность, то есть соответствие результатов именно тем явлениям и процессам, которые предполагалось исследовать. Следующий этап проведения исследования заключается, собственно, в сборе данных. Среди респондентов, принимавших участие в упомянутом исследовании, были молодые несемейные мужчины 25% и женщины 75% из пятидесятнических, харизматических и пресвитрянских церквей различных регионов Украины. Количество опрошенных респондентов составило 43 человека в возрасте от 17 до 45 лет. Опрос проводился как опосредственно по телефону, так и лично, а анкетирование по почте. Шестой этап проведения исследования предполагает анализ результатов. После того, как исследователи получат в свое распоряжение необходимые данные, им предстоит проанализировать их для нахождения ответов на вопросы, заложенные в их исследовательский проект. Количественный и качественный анализ предполагает поиск значимых связей и корреляций между фактами, выяснившихся в ходе исследования. Проанализировав полученные результаты исследования, исследователь Чернобай пришла к выводу, что мужчины в среднем имеют в два раза более высокие показатели одиночества по сравнению с женщинами. Причем как по коммуникативному, 28% мужчин и 3% женщин, так и по духовному, 42% мужчин и 24% женщин критерию. Что касается влияния наличия друзей на субъективные ощущения одиночества, то на основании полученных достоверных результатов исследователь смогла сделать вывод, что чем больше у человека имеются настоящих друзей, тем больше вероятность того, что такой человек не будет испытывать трудности с проблемой одиночества. И наконец, на заключительном этапе проведения исследования, после анализа данных, исследователям предстоит сделать определенные выводы. Обычно они либо принимают, либо отвергают первоначальную гипотезу, или же вносят в нее какие-то изменения. Кроме того, ученые обычно стремятся связать полученные ими данные с другими данными и теориями. В нашем случае исследователь Чернобай признала правильность первоначальной гипотезы, согласно которой, благодаря тому, что женщины имеют больше социальных ролей и межличностных контактов, чем мужчины, они значительно чаще склонны жаловаться на свое одиночество. Вместе с тем, мужчины в целом более остро переживают проблему одиночества. Возможно, данные результаты обоснованы тем, что мужчины вообще не склонны говорить о своих переживаниях, а также в своем общении с другими людьми предпочитают статусный подход и более осторожны в построении глубоких близких взаимоотношений. В качестве дополнения к основной гипотезе вышеупомянутым исследованиям было подтверждено на эмпирическом уровне, что субъективное ощущение одиночества коррелирует с целым рядом специфических факторов. Это заниженная самооценка, различные фобии, интроверсия, возраст и социальная активность христиан. Теперь мы уверены в том, что пройдя все упомянутые высшие этапы, вы проведете свое глубокое и значимое для теории и практики исследование.